МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участников мероприятия встречал духовой оркестр. В фойе все присутствующие могли ознакомиться с книжной выставкой и творческими работами учащихся художественных школ нашего района. Особый интерес у собравшихся вызвала выставка современного оружия и времен казачества известного коллекционера Николая Твердохлебова. О том, как поставлена военно-патриотическая работа на Кубани, можно судить по тематическим стендам. 40 муниципалитетов представили отчетные итоговые материалы месячника. Руководитель департамента по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края Денис Канофьев поучаствовал в акции Северского историко-краеведческого музея «Звезда-героя», выбрав фамилию погибшего бойца из книги памяти и вписав ее в красную звезду на стенде. Это мероприятие стало традиционным. И ежегодно мы наблюдаем увеличение количества проводимых в рамках месячника мероприятий. За вестивший период проведено более 90 тысяч мероприятий муниципальных образований. Это серьезная цифра, которая как раз таки свидетельствует о той большой работе, которая проводится. Следует отметить, что в активной плодотворной работе по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения участвуют органы управления образованием, молодежной политики, культуры, центры патриотического воспитания, ветеранские общественные организации, казачьи общества, кадетские образовательные учреждения, организации регионального отделения ДСАФ и средства массовой информации. Что касается подведения итогов призывной комиссии, Краснодарский край традиционно является лидером по количеству и в том числе по качеству поставляемых в армию призывников. Хотелось отметить высокое качество тех призывников, которых мы направляем в армию. Это отмечает и командующий округ, и руководство. Подведение итогов конкурса мы стараемся проводить в разных муниципальных образованиях. Для того, чтобы максимально охватить количество участников этого мероприятия, для того, чтобы население края видело, знало о той работе, которая проводится в муниципалитете. И для того, чтобы была возможность у муниципалитета представить в том числе свои достижения в этих направлениях. 75 лет прошло с того памятного дня, когда враг ушел с нашей земли, бежал, оставляя за собой сожженные села, взорванные поля, растоптанные человеческие души. Столько лет прошло, но мы снова вспоминаем лица героев-земляков, которые остались там, на полях сражений. Ведь весть о войне была внезапной и страшной. Мероприятия, посвященные Мечнику, проходили во всех муниципалитетах и не оставили равнодушным никого. Творческие вечера, встречи и беседы с ветеранами боевых действий, круглые столы и музейные выставки. И это лишь небольшая часть всего того, чем жил край все эти 30 дней. В мире нет ничего более страшного и противоестественного, чем война. Мы обязаны ценить то благо, которое отстояло для нас поколение победителей. Низкий поклон ветеранам, труженикам тыла и детям войны, а нашему молодому поколению прекрасного будущего, светлых надежд и мирного неба. И это непростое сегодня политическое, экономическое время для нашей страны. Мы как никогда обязаны чтить память своей истории, чтить память тех людей, благодаря которым мы сегодня находимся в этом зале. Я очень горжусь, что являюсь россиянином. Я очень горжусь, что являюсь патриотом своей страны. И нам с вами всем повезло родиться в этой стране и жить на Кубани. Слава! Слава России! Слава Кубани! Слава народу-победителям! Подводя итоги, Денис Канофьев от имени губернатора региона выразил признательность и слова благодарности за проведенную работу и отметил, что Краснодарский край занимает одно из ведущих мест по призыву граждан на военную службу. В 2017 году вооруженной силой Российской Федерации направлено 12 360 человек. В ходе весеннего призыва текущего года планируется направить 6 тысяч кубанцев. Впервые в Краснодарском крае ежегодный краевой месячник обороны массовой и военно-патриотической работы стартовал в 2008 году. За 10 лет проведены тысячи мероприятий. На торжественной церемонии награждения победителям и призерам вручили почетные грамоты и благодарность администрации Краснодарского края. Отрадно, что Северский район в числе как победителей, так и призеров оценивали по трем критериям – количество мероприятий, участников и уровень освещения в средствах массовой информации. Примечательно, что фильм о мероприятиях, проводимых в Северском районе в период Мечника подготовленной нашей телерадиокомпании, сыграл немаловажную роль. Мы живем в многонациональном крае с разными традициями и культурой, но остается неизменным одна истина на всех – любовь к родной земле, уважение и почитание старших и память о героических страницах истории нашей России. Ведь все эти подвиги были совершены во имя величия нашей могучей Родины. «Служить России, суждено тебе и мне! Служить России в удивительной стране, где солнце новое стаёт на небесине! С плечом плечу идут российские войска, и пусть военная, которая не легка, мы будем в небо и правдой служить России!» Каждый успех науки имеет своим истоком великую дерзость воображения. Слова философа Джона Дьюи прекрасно выражают всю суть научного познания и не перестают быть актуальными и по сей день. Так в школе номер 17 поселка Ильский состоялась школьная научно-практическая конференция «Мир требует наших побед» в рамках проекта «Творчество молодых». Молодые дерзкие умы представили на судкомпетентной комиссии свои проектные работы по четырём основным направлениям – гуманитарному, естественно-научному, инженерно-технологическому и физико-математическому. Отрадно видеть, что научно-исследовательской работой уличны дети разных возрастов, а некоторые уже с младших классов погружаются в совсем не детские тонкости научного метода. «Инструкция по логидации на ВТВ инкубатор низушка, теоретический анализ, математические и статистические данные». Как и подобает истинным учёным, участники конференции не собираются останавливаться на достигнутых результатах. Под руководством своих педагогов и при поддержке родителей ребята регулярно принимают участие в подобного рода мероприятиях и с интересом углубляются в собственные исследования. «Мы хотим узнать, чем более полезно куриное мясо от обычной птицы и от китайской шёлковой. Вот мы хотим понять, какие лечебные использования есть у китайской курицы, а какие у обычной, чем отличаются эти две курицы. И мы пока выяснили, что у обычной китайской курицы мясо чёрное и кости чёрные. И она очень полезна. Она может сесть на любые яйца. На яйца индюка, на яйца гуся и на обычные яйца». Сегодня проектная деятельность включена в образовательные стандарты школьной программы. Дети начинают знакомиться с научным подходом, ещё сидя за партами, чтобы в дальнейшем применить свои знания и навыки в высших учебных заведениях, разрабатывая свои собственные исследования. Модератор конференции Павел Снаксарёв выразил благодарность администрации района за возможность проведения таких мероприятий. «Сейчас этот фестиваль, проект творчества молодых, пришёл в Северский район. Я очень благодарен администрации, что они понимают наше намерение показать лучшее». На протяжении всей конференции в зале царила праздничная атмосфера. И, конечно же, всех участников наградили дипломами и грамотами. Чтобы стать учёным, нужны годы обучения, серьёзная подготовка, колоссальный труд и упорство. Но всё это может легко стать бесполезным, если человек не сохранил в себе самую главную для учёного детскую черту – умение задавать вопросы. Обо всех проблемах из первых уст. Главный врач Северской центральной районной больницы Манолис Ананников провёл личный приём граждан в районной больнице. На подобных встречах обсуждаются самые разные вопросы, касающиеся как непосредственно лечения, так и организационных моментов. Внимательное отношение к проблемам пациентов и их оперативное решение, безусловно, даёт свои плоды. Подобные приёмы проходят достаточно регулярно и способствуют повышению эффективности обслуживания, что, конечно же, радует пациентов и упрощает работу специалистам. Портал Госуслуги действует уже несколько лет и осуществил давнюю мечту наших сограждан – получать государственные услуги, не покидая дома. Сегодня уже более половины россиян отдают предпочтение сайту. Каждый, кто прошёл регистрацию, получает доступ ко всем услугам, в том числе представленным отделом МВД. В отделе внутренних дел по Северному району может оказываться государственная услуга по выдаче справок о наличии, отсутствии судимости или факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования. Эту услугу можно получить с помощью единого сервиса предоставления государственных и муниципальных услуг. Для этого необходимо иметь подтверждённую учётную запись на едином портале госуслуги и при этом запомнить установленного образца форму. Полный перечень, оказываемых нашим отделом услуг, вы можете узнать на официальном сайте отдела – северский.мвд.рф и на оборудованных информационных стендах у входа в здание отдела. Для регистрации на сайте госуслуг необходимо указать паспортные данные, страховое свидетельство, обязательное пенсионное страхование и номер мобильного телефона. Чтобы пользоваться услугами портала в полном объёме, следует подтвердить учётную запись в ближайшем МФЦ. Безопасность на дороге – это в первую очередь знание правил дорожного движения, которые необходимы как взрослым, так и детям. В четвёртом отделе Главного управления ГИБДД России по Краснодарскому краю в Северском районе прошёл ежегодный конкурс среди юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». Школьники района поборолись за звание лучшего отряда юных инспекторов дорожного движения. Поддержать участников конкурса приехали творческие коллективы района. Но, как говорится, важно не только знать, но и уметь. Юные инспекторы не только блеснули знаниями, но и посоревновались в мастерстве управления одним из самых популярных и доступных транспортных средств – велосипедом. Также участники продемонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии. Движение ЮИД уже на протяжении многих лет занимается вопросом безопасности на дорогах. И благодаря его работе можно с уверенностью сказать, что нынешние школьники в будущем станут внимательными пешеходами и ответственными водителями. Последний звонок. С этими словами связано столько эмоций, блеск в глазах школьников и улыбки преподавателей. Вот и для выпускников начальных классов школы номер 45 Станицы Северской настал этот волшебный день. Повзрослевшие малыши переходят на новую ступень в своем обучении. Линейка, посвященная окончанию очередного учебного года, стала для ребят настоящим праздником, предвещающим скорое начало летних каникул. Младшеклассники, которым еще только предстоит преодолеть рубеж начальной школы, поздравили выпускников. О-о-о, сколько песни мы божаем, было. О-о-о, червь и вода. О-о-о, чтобы радость сердца не отбыла. О-о-о, рядом ты и я. Начальная школа для четвероклассников окончена, а значит теперь все по-взрослому. Новые предметы, новые преподаватели, взлеты и падения, возможно, первая любовь. Но все это ждет новоиспеченных пятиклассников только в следующем учебном году. Со своими новыми классными руководителями ученики познакомятся в августе на школьном собрании. В Краснодарском крае существует традиция для лучших выпускников проводить губернаторский бал, где те, кто на протяжении многих лет отлично учился, проявлял упорство и активность школьной жизни, могут окунуться в эпоху прошлого. 42 выпускника школ Северского района, а это медалисты, победители спортивных соревнований, научных конференций и творческих конкурсов, прошли специальный отбор для участия в таком масштабном мероприятии. Обязательные условия бала – танцы, но не те, которые можно увидеть на любой дискотеке, а бальные, народные, танцевать которые современная молодежь не умеет. А потому северские школьники в течение полутора месяцев проходят подготовку под руководством хореографа Валентины Логиновой. Чем уникален этот бал? В том, что в этом году ввели народный блок, то есть танцы народов, которые проживают у нас в крае. Это начинается все с русского танца, калинка, потом еврейский танец, армянский танец, адыгейский танец. Репетиции проходят у нас два раза в неделю, примерно полтора-два часа с ребятами. Мы выбираем удобное для них время, тренируемся, и потом с тем, что мы здесь отработали, отрепетировали, мы едем уже в Краснодар, где на совместной репетиции с другими районами собираемся. Губернаторский бал проводится ежегодно в июне. В этом году на площади перед зданием ЗСК станцуют на 150 пар больше, чем в прошлом. Лучших выпускников с окончанием школы поздравит глава края Вениамин Кондратев. Все они будут одеты согласно строгому дресс-коду. Девочки в длинные белые платья, белые перчатки и балетки, а мальчики в строгие черные костюмы, белые рубашки и черные туфли. Я очень рада, что я попала на губернаторский бал. Это событие, которое должно предоставить каждому, кому предоставляется такая возможность. Это очень весело, такие эмоции, которые чувствуешь только раз. И раз, два, вниз, наверх. Ну, везде, 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 наверх. Редактор субтитров А.Семкин